Бейдж инженеринг Чаще всего нам просто хочется ездить на удобном, универсальном автомобиле и при этом не бояться бордюров и грунтовок. Для поездки в горы мы решили взять с собой корейцев Kia Sportage и Hyundai Tucson. По сути, это один и тот же автомобиль, но в разных одеждах. Начнем с Tucson. Tucson не чистокровный покоритель бездорожья, но пока речь идет о легком оффроуде, проблем нет. У него не самый банальный дизайн, балансирующий между элегантностью и спортивностью, а некоторые детали подчеркивают его индивидуальность. Например, два выхлопных патрубка и оригинальная форма кормы. Передняя панель спартанская. Водителю доступна лишь самая необходимая информация и даже комплект контрольных ламп далеко не полный. Например, нет индикации включенных фар. В случае с Kia Sportage заметны те же следы экономии. Поведение Sportage на проблемных участках можно назвать надежным. Салон уютный, не слишком высокая посадка, многим придется по вкусу, а водитель получает вполне сносный набор информации. Особенно хорошо он показал себя на скользком покрытии, размытых грунтовках и снегу. Главные трудности возникают на крутых подъемах. Не самый большой запас крутящего момента и отсутствие понижающей передачи заставляют насиловать сцепление. Четырехцилиндровый турбодизель CRDI объемом 2 литра работает ровно, но не впечатляет количеством лошадок. Их всего 112. Как результат, он обеспечивает сносную, но далеко не захватывающую динамику. Но мотор обладает одной очень немаловажной характеристикой. Он работает тихо, обеспечивая неплохой уровень акустического комфорта на борту, а выверенные настройки подвески гарантируют хорошую плавность хода. Двигатель сочетается с механической коробкой. Слева от рулевой колонки расположилась клавиша отключения системы стабилизации. Эта функция может быть очень полезной в некоторых ситуациях. И кнопка принудительного включения полного привода на скорости до 40 км в час. Система стабилизации доступна и для Тусана. Ее наличие в экстренных ситуациях является дополнительным фактором безопасности. Hyundai оснащен тем же четырехцилиндровым турбодизелем мощностью все те же 112 лошадей. Ведет он себя примерно так же, как и Kia, усердно пытаясь форсировать подъемы и страдая от недостатка тяги. Что касается рулевого управления, то оно далеко от спортивного, но тем не менее достаточно точное и информативное. Схема трансмиссии наших кроссоверов такая же, как и у большинства вседорожников этого класса. Крутящий момент передается на переднюю ось, но при пробуксовке до 50% тяги может перекидываться на задние колеса. Большая масса и неточные ходы рычага коробки – главные недостатки Sportage и что касается Тусана, то ему не хватает мотора. Но это отнюдь не повод отказывать себе в удовольствии покататься денек по бездорожью. Именно денек, поскольку дальние поездки дружной компании с кучей вещей вряд ли осуществимы, поскольку багажник как Sportage, так и Тусана большим объемом не отличается. Комфорт, универсальность и удовольствие присущи обоим корейцам. После не самого легкого денька вернемся на асфальт. Ведь именно такое покрытие предпочитают эти два корейца. Субтитры создавал DimaTorzok